Телеканал 228. Хотелось бы вас спросить, как вы относитесь к здоровым питаниям? Мне все равно. Годится? Подписчики, всем привет! Сегодня мы собрались на одном из замечательных мест. Это конкретно универсал номер один. Сегодня у нас будет контрольная запупка продуктов для спортсменов. И не забываем, ребята, нам 8 лет. Ну что, спорта погнали за мной, расскажу вам все, как будет. И вот, ребята, вы в модели для настоящего спортсмена. Для спортсмена очень важны наши витамины. Поэтому, ребята, смотрите, вот апельсинчики у нас замечательные. У нас есть. Я не знаю, что я знаю. Ребята, вот у нас апельсинчик. В апельсине у нас, ребята, очень много витамина С. Тут есть сахар, естественно, для энергии. Хорошо у нас восстанавливает после болезни разной, чтобы не болеть. Хорошо дает нам такую энергию. И, естественно, поднимает иммунитет. Дальше у нас непосредственно лимоны идут. Вот такие же учительные лимоны. Ребят, смотрите, лимонный, получается, держит очень большое количество витамина С. Его очень много, естественно, в пажуре. Он помогает гонять, естественно, в жир выводить. Да, вот поэтому мы всем рекомендуем. Яблоко очень диетический продукт, поэтому рекомендую всему его девушкам. Также, ребята, его можно есть. Там мало сахара, много железа, получится. Блядь, а где помыло? Вы что, охуели, что ли? Не петель. Помыло свежее. Что такое помыло, блядь? Что такое помыло, блядь? Помыло свежее. Блядь, одинаковые, сука, фрукты. Где помыло, блядь? Где помыло, блядь? Я спрашиваю. Огурец очень полезен для здоровья, ребята, особенно для похудения. В нем очень много воды и, естественно, помогает при заражигании. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Хорошо очистить, не отрывая от ботвы. Затем слегка откусить верхушечку. Смочить слюной. Смочить слюной задний проход и вставить, не отрывая от ботвы. Заканчивает наш круг полосообразных овощей. Морковь. Ребят, здесь морковка содержит витамин А. Это основа получит и клетчатка и многие другие полезные свойства. Друзья за энергический потенциал отвечают у спортсмена. Конкретно, да, это медленные углеводы и быстрые углеводы. Сейчас мы с вами конкретно это и разберем. Смотрим, какие макароны лично беру я. Это, естественно, это 4 макфа, потому что из твердых сортов, какие макароны в кинсер походят. Для чего угодно, так сказать. Вот такие вот томатные. Мне нахуй никому не нужна вообще. Макфи какие-то детские, да, но это, блин, для детей. Люди часто проводят дебаты, какие же макароны все-таки вкуснее. Та же лапша, закрученные какие-то, заверочные и так далее. Лично я предпочитаю колес. Греча, леча, хуеча. В общем, поговорим о гречке. Здесь у нас всякая гречка идет замечательная. В принципе, она обычная, тупо гречневая ядрится, да. То есть она очень тоже полезная. Здесь есть йод, всякие разные полезные вещества. Она очень долго переваривается. И, естественно, наполняет человека, так сказать, энергией. Извините, пожалуйста, а можно вопрос? Вот не я лично, а мои знакомые, близкие часто употребляют, как бы, соль и пытаются понять, какая норма соли, допустима, ну, в гречневых продуктах. В соли, в грече должно быть как можно больше. Вообще, ребят, применение соли, именно в пищу, для каждого индивидуально. Но лично я люблю хорошо засолиться. А сейчас непосредственно эксперт белочной продукции расскажет вам более подробнее. Здравствуйте, я Миша Николай Николаевич, и я заменяю нашего всеми уважаемого автора данного контента по поводу здоровья и здорового образа жизни. Сейчас мы проследуем такую незабываемую часть любой вообще продукции в магазине, как белочный состав. Мы поговорим о белке. И его должно быть как можно больше, потому что мы все-таки следим за своими баночками. Давайте посмотрим, что здесь. И последовательно яйца. У меня их лично два, но нам бы желательно побольше. Продукция очень хорошая. Яички нам всегда нужны. Это салатики, это легкие перекусики, это всевозможные, так сказать, реально нужные белки и жиры, которые нужны нашему организму. Что ж, пройдемте дальше. Теперь поговорим о бобовой продукции. Там тоже довольно-таки большая часть белка. Вот интересно, есть ли белок оливков? Никогда этим не интересовался. Давайте поинтересуемся. Вспомнил три класса образования. Какие буквы? Пойдемте дальше. Что-то отъемлемо похожее на бобовые. О, фасоль. Фасоль на 94% стоит из бобовой продукции, вроде бы. Опять-таки, я не уточняю. В общем, для полезности организма крайне рекомендую. Почему? Потому что, во-первых, легкость. Легкость организма. Это все-таки органика, выращенная в земле. Там довольно-таки мало калорий. Хотя, именно фасоли, которые, знаете, затушат, зажарят с какими-то специями, томатной пастой. Вот там будет довольно-таки большой колораж, так скажем. Здесь его гораздо-таки меньше. Советую девочкам для похудения и всем людям, у которых слабое усвоение. Потому что, все-таки, знаете, как стимулирует горошек на желудок. Сами знаете. Спасибо, Николай, за твое экспертное мнение. А теперь мы сейчас дальше пойдем на отдел кисломолочки. Так, собственно, молоко подходит для спортсмена. Главное, им не злоупотреблять. Иначе будет вас сильно куча. Пропередите, что ты здесь с детского среды. Жирная история. То есть, сметана, да, получат обычно все пауэрлифтеры, да, хавают. И кто хочет набрать масло и поднять свой тестостерон. Рекомендую. И заканчивает наш хит-парад про кобеси. Это йогурты. Тут, ребята, у нас, конечно, дофига сахара. Это вам решать. Но я, конечно же, не сильно не рекомендую такую вещь. Итак, дорогие друзья. Наша корзина наполнена всеми полезными веществами, продуктами. Ты что снимаешь? За просмотр подписывайтесь на канал. Здравствуйте, это телеканал Россия 228. Как вы относитесь к здоровому питанию? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, это канал Чудесное Поле. Как вы относитесь к здоровому питанию? Положите мне. Здравствуйте, это телеканал Пусть не говорят. Как вы относитесь к здоровому питанию? Очень плохо. Телеканал Жить Нездорво. Что расскажете по поводу здорового питания? Ой, да в целом... Правильно питаться нужно, это очень хорошо нам.